Ну или можно, друзья, сделать вот так вот, почему бы нет? Ух, твою мать! Приветствую вас, друзья, и добро пожаловать в игру под названием MySummerCard. И сегодня мы с вами посмотрим на плагин, который добавляет не много, не мало, а целый ящик, друзья, с динамитом. После того, как вы установите этот плагин, ящик с динамитом можно найти где-то здесь, но пока что я, честно говоря, обнаружить его не могу. Где-то тут он, за деревом, то ли за кустом, хотя кустов тут особо-то и нет на самом деле. Пока что я его не могу найти, где-то он вот здесь, вот рядом с этим карьером или как-то еще назвать, может за камнем где-то, за ныком. Давайте посмотрим, нет, за камнем тоже нет. Странно, а, погодите, я, кажется, его нашел, да, друзья, вот здесь вот находится ящик с динамитом, смотрите, вот так он выглядит. Вот такой вот, небольшой, ну-ка, давайте откроем. И здесь, я не знаю, конечное ли количество палочек с динамитом, будем надеяться, что бесконечное. Ну и сейчас, я думаю, вы догадываетесь, что мы будем делать с этим ящиком, друзья, погнали в город. Так, здорово, мужики, че, как развлекаетесь? Судя по всему, они в салки играли, друзья, и, похоже, Антоха сейчас ведет. Так, ребятки, я вам приготовил тут кое-какие подарочки. Давайте откроем наш ящик волшебный. Так, и теперь нам нужно нажать на клавишу F, мы достаем оттуда одну палочку. Да, судя по всему, динамит бесконечный, друзья, закончиться он не должен. И, возможно, при сохранении он респавнится на том же месте, хотя, возможно, он и останется здесь. Может быть, позиция сохранится. Так, ну че, друзья, мы достаем вот такая вот палочка. Я так понимаю, нужно нажать на F, мы ее зажжем. И, собственно, давайте сначала... Ну, он снова... Вот только посмотрите на этого урода. Он снова называет меня задоголовым. Так, с Новым Годом, братан. Так, отбегаем, друзья. И наслаждаемся. Я думаю, это безопасное расстояние. Смотрите, он так смотрит на меня печально. Ой-ой-ой. Сразу минус два, друзья. Да уж, не поздоровилась, ребята. Я хотел, на самом деле, только Федьку одного убрать. Но, к сожалению, получился даблкил. Классный, конечно, мод. И снова, кстати, все тот же автор, который сделал и самогонный аппарат, и сумку, и много-много еще крутых модов. Так, а что, если я, допустим, возьму палочку, друзья? Сделает ли тачка сальтуха, например? И кину ее, ну, куда-нибудь вот сюда вот так. Надо отбежать. Давайте через заборчик возьмем на всякий случай с собой ящик. И сейчас посмотрим, что будет с тачкой. Да, перепрыгиваю. Ой-ой-ой, друзья, смотрите, двойная сальтуха. Вот это класс, вот это класс. Все нормально? Ой. Случайно ящиком подвинул тачку. Антоха, ты где? Я что-то видел твою ногу, а ты сам-то... Ясно. Ясно, друзья, ему совсем плохо. Кажется, машина его засосала просто. Ёшка матрешки. Так, ящик на месте. Главное, чтобы ящик был на месте, друзья. Ладно, все, давайте отсюда, наверное, сваливать. Посмотрим теперь, что будет, если кинуть динамит, например, в воду, друзья. Или на заправку, смотрите. Или можно взорвать свою тачку. Куча возможностей, на самом деле. Давайте, короче, киданем в нашу тачку. Посмотрим, как она разлетится. Или можно даже несколько динамит, друзья. Давайте одну палочку сюда кинем. Вторую возьмем. Первая же не исчезнет. Нет, не исчезла, друзья. Можно накидать, наверное, палочек 10. И глянуть, что будет. Наверное, будет какой-то гигантский взрыв. И, может быть, даже игра окрашнется. Так, первую зажигаем, друзья. И сразу же вторую. Так, быстро. Отбежать нужно успеть. Но, к сожалению, одновременно они не взорвутся. А где вторая, как вы думаете, друзья? Второго взрыва я не слышу. Или, может, они по цепной реакции все-таки вместе взорвались. Так, это пивас, по-моему, валяется. А, нет. Это что, багажник, что ли? А вот и наш машин, друзья. Боже мой, что я наделал? Я, кажется, своей тачкой столкнул то ли Жорика, то ли Димона. Отсюда не видно. По-моему, это Жорик, друзья. Смотрите, валяется бензобак. Он, кстати, умело маскируется под траву, на самом деле. Он такой ржавый, что похож на высохшую траву. Храпит Жорик, да, это все-таки Жорик. Хотя, возможно, его задавили раньше меня. Может, я все-таки не виноват, друзья, кто знает. Так, и вот наш машин, друзья, красуется. Ну, хотя бы колеса на месте. Мы можем еще раз... Ладно, давайте еще раз. Я знаю, что вы этого хотите. Давайте теперь пять палок динамита обложим просто тачку полностью динамитом. Так, вот, первая. Главное, ящик держать подальше, друзья, чтобы он не исчез куда-нибудь. Не провалился. Вторая палочка. Так, друзья, ровно пять палок. Зажигаем первую эту. Блин, я не успею, мне кажется, все зажечь. Да зажигайся ты! Так, зажглась. Зажглась. Да, друзья, мне кажется, не успею. Надо отходить. Я только три зажег. Е-мое. По-моему, взрыв сильнее. Да, и они все рванули, даже... Черт возьми, посмотрите, куда наша тачка улетела. И даже те, которые я не зажег, рванули, по-моему. Как вы думаете, где сейчас наш автомобиль? Я надеюсь, он в лучшем мире, друзья. Ну ладно, давайте слетаем, глянем. Он же не мог куда-то за карту улететь. Пока не вижу, друзья. Куда-то он дальше, по-моему, улетел. А, мы же можем к ней телепортироваться, друзья, и сразу узнаем. Да, это вообще-то совсем забываю про телепорт. Так, МИ тут Сацума. Так, смотрим. Вот она, смотрите, замаскировалась. Ну-ка, где мы вообще? Возле шоссе. Е-мое, вы только посмотрите, какое расстояние она пролетела. А представьте, что было бы, если бы мы 10 палок, например, сложили. Или целый ящик. Интересно, ящик может рвануть или нет? Давайте попробуем тогда палочку динамита закинуть. Воду было бы классно, если бы была бы возможность глушить рыбу. Изи, еда была бы. Так, где тут наш ящик? Давайте его аккуратненько вот так вот поднимем. Вот сюда можно в лодку, кстати, кинуть. Сейчас давайте одну палочку кинем в воду. Просто посмотрим, будет ли взрыв. Ну, взрыв-то должен быть. Но не такой, как на поверхности, естественно. Так, зажигаем, друзья. Вот сюда вот кладем. Ну, мне кажется, такой же точно будет взрыв. И наблюдаем. Картина Репина. Ну, давай, взрывайся. Блин, друзья, вот это проработанный мод. Вы только на это посмотрите. Я думал, точно такой же взрыв будет, как на поверхности, но нет. Да, возможность бы рыбу глушить и было бы вообще супер круто. Так, ну давайте теперь в лодочку положим. Одну палочку, пожалуй. Блин, ну вот это вот точно для меня была неожиданность, конечно. Что настолько проработан мод. Там, кстати, фотоаппарат до сих пор валяется. Я его так и не забрал. О, кстати, Ленька проезжает, смотрите. Так, ну что, как вы думаете, куда улетит лодка? И улетит она вообще? Ну да, немножко отлетела. Смотрите, и поплыла дальше. Ну что ж, пожелаем счастливого пути. Наши лодочки. А мы сейчас, друзья, будем продолжать наш эксперимент. Давайте теперь посмотрим, рванет ли заправка. Вот тут я уже очень сомневаюсь, что она рванет. Вот сюда вот палочку установим. Отойдем на безопасное расстояние. Ну, где-нибудь вот так, я думаю, будет нормально. И снова наблюдаем. Да, заправка, к сожалению, друзья, не взрывается. Если туда, блин, динамит засунуть, это достаточно странно, конечно. Но окей. Так, дальше мы берем снова наш ящик, друзья. А сейчас, друзья, похоже, у нас что-то будет супер эпичное. Давайте, я не знаю, сколько динамита наложить даже. Ну, палочек 10, я думаю, хватит, чтобы растолкать всю эту толпу. Чтобы устроить, так сказать, небольшой фейерверк, друзья. Так, давайте. Не знаю, в одно место или в разных местах поставить. Ну, или можно, друзья, сделать вот так вот. Почему бы нет? Нет, ух, твою мать! Я, кажется, случайно взял уже выпавший динамит и зажег его. Так, ну там штук 20, наверное, друзья. Я попадал туда, ё-тою мать. Но, кстати, никто не улетел, по-моему, наверх. Большинство на месте, смотрите. Интересно, вот только куда ящик теперь улетел. Кажется, я его никогда в жизни не найду. Так, это не ящик. Это тачка. Антохина. Блин, не знаю, куда он улетел, друзья. Возможно, он вообще провалился сквозь землю. Так что лучше, наверное, загрузиться. А это что такое? О, палочка динамита, кстати, смотрите. И вот ещё палочка. Значит, они всё-таки не взрываются, судя по всему. Или она уже перегоревшая? Нет, не перегоревшая. Так, выкинем, пожалуй, от греха подальше. Да, значит, они все не взрываются, судя по всему. Смотрите, прямо в трактор попал. А, вот он, ящик, друзья. Я его нашёл. Сейчас будет ещё один эксперимент. Ну, как эксперимент? На самом деле, это всё издевательство. Мы просто издеваемся над различными жителями и над их автомобилями. Но будем считать, что это эксперимент, друзья. Сейчас будет кое-что ещё. Как дела, Иваныч? Кстати, тут новое здание, по-моему. Я этого дома раньше не видел. Да, видимо, маленький новый домик добавили. Смотрите. Ну-ка. Нет, к сожалению, внутри ничего нет. Так, Иваныч, у меня для тебя сюрприз. Давай-ка посмотрим, как ты на этот сюрприз отреагируешь. Вот, держи. Вот как раз, смотрите. Он руку... Твою мать. Блин, я этого не хотел. Ну, ладно. Раз уж мы начали, друзья, вот сюда подмышечку. Или прямо в руки. Ему засовываем волшебную палочку. И сейчас посмотрим, улетит он куда-нибудь или нет. Ну, не так уж и высоко, на самом деле. Так себе финт Иваныч, конечно. Я думал, ты покажешь прямо мастер-класс какой-нибудь. Он, кстати, вообще не храпит. Перестал храпеть. Неужели он умер? Нет, все нормально, друзья. Ну и остался, друзья, последний наш знакомый, который очень подходит к эксперименту. Так, давайте его перевернем, чтобы он не смог удрать. Так, отлично. Ящичек на месте. Сейчас попробую как можно больше зажечь палочек динамита. Давайте для начала. Так, что-то на самом деле... А, нет, все нормально. Я уж подумал, больше нельзя достать динамит, и он закончился или что-то вроде того. Так, будем складывать его, наверное, ну вот сюда вот. Ну, динамит в этом ящике точно, друзья, бесконечный. Посмотрите, сколько я уже наспамил. И он... Хотя... Мне кажется, его... Или его меньше все-таки стало. Нет, его меньше не становится, друзья. Так что давайте кинем куда-нибудь туда ящик. И сейчас попробуем быстро по одному зажигать. Не знаю, сколько у меня есть. Примерно секунд пять, наверное. Так, раз. Два. Да бери ты. Три, четыре. Короче, зажигаем и убегаем. Не очень, конечно, близко находится. Ё-моё. Да, друзья, можно так в космос запустить. Вот сейчас почти удалось. Куда он улетел? По-моему, за карту улетел, друзья. В общем, сейчас дядя Толя где-то далеко за картой, друзья. Куда-нибудь он вот сюда вот провалился. И ускользнул в небытие, судя по всему. Потому что найти я его не смог. Ладно, друзья, будем на этом заканчивать. Ссылка на плагин, как всегда, в описании под этим роликом. А на этом всё. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!